Краевая картинная галерея старается идти в ногу со временем. Учреждение приобрело робота, который стал первым музейным андроидом не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке. В итальянском городе Неопле окончательно сформировались мировоззрения и желательственные стилы, и его вдохновляли как природа и галли. Море, водные просторы. Сотрудники галереи провели конкурс на лучшее имя для своего нового коллеги. Две недели всежелающие предлагали варианты. В итоге он получил имя Платон в честь архитектора главного здания картинной галереи Платона Базилевского. Отметим, что робота приобрели за счет средств краевого бюджета по национальному проекту «Культура». По всему миру такие роботы проводят туры, копируют драгоценные рукописи, оцифровывают экспонаты, взаимодействуют с посетителями, выполняя различные задачи, а также помогают реализовывать культурно-образовательные программы музеев, притягивая дополнительное внимание к музею. В программе робота 11 языков. Это прекрасные возможности, чтобы использовать его в работе с иностранными посетителями. Также он определяет пол и возраст собеседника, запоминает лица людей. Также директор учреждения отметила, что робот благодаря своим возможностям позволит значительно расширить число культурно-образовательных программ и улучшить качество предоставляемых услуг в галерее. Экскурсии для всех желающих Платон уже начал проводить, в том числе и по Пушкинской карте. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.